Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои последние покупки одежды. Сейчас у нас в магазинах самый такой момент всех скидок, потому что заканчивается зимний сезон. Есть сезонные распродажи, или как это называется. И у меня есть несколько новых покупок, которые я как раз купила на этих зимних распродажах. Я подумала, что это самое время вам показать. Поскольку все, что я вам сегодня покажу, до сих пор есть в магазинах. И если, может быть, кому-то, кого-то из вас это заинтересует, будет интересно, то это самое время сейчас пойти и к этому присмотреться, померить, купить. И не ждать, пока скидки закончатся. Итак, мы начнем с моего любимого American Eagle. И сразу хочу сказать, что я, если честно, очень пренебрегаю вообще всеми израильскими магазинами, потому что я не люблю качества, которые делают в Израиле. Не то, что делают в Израиле, а то, что продают в Израиле. В основном это все санитетический Китай. И поэтому я в магазинах всегда все-таки ищу более качественные материалы. Я вам уже сто раз это говорила, что я предпочитаю более качественные материалы, может быть, вещи... Я не люблю дорогие вещи, если честно, очень дорогие. Мне всегда на одежду, на дорогую жалко тратить деньги, потому что я очень люблю менять свою одежду. Я очень часто... Ну, то есть я покупаю через пару месяцев, мне, может, это перестать нравиться, я могу это выкинуть. Поэтому я люблю покупать одежду. Не самую дешевую, потому что это выглядит супер дешево и недорогую, потому что мне просто на это жалко денег. Но все же я ищу всегда, чтобы одежда была более или менее качественная. И American Eagle, они, как по мне, в Израиле, они неплохого качества. У них неплохие вещи, неплохие покровы. В общем, даже неплохие, а хорошие, как мне кажется. Сейчас на скидках у них есть вот такие вот разные рубашки. Там есть миллион разных рубашек. А я купила именно ту, которая напоминает джинсу. На самом деле это не джинса. Хотя нет, можно сказать, что это какая-то джинса. Ну, в общем, она вот такая вот рубашка. Она такого светлого. В принципе, как вы ее видите, так она и есть. Она сделана... Мне очень понравилось, как она сделана. Она сделана, я вам сейчас скажу точно, 79% хлопка и 21% льна. Она сидит просто обалденно. Она, так знаете, когда вы ее одеваете, она как бы сидит очень так плавно. И когда вы двигаетесь, она вместе с вами плавно двигается. А не просто, как знаете, иногда есть хлопковые вещи, которые так сидят прямо строго. Она такая плавная и безумно красиво выглядит. И еще мне нравится, что она относительно длинная. В общем, сейчас там есть много разных таких рубашек и цветных, и в клеточку, как я люблю разных. Все они стоят по 89 шекелей, то бишь 90 шекелей. 90 шекелей, если мы быстренько переведем в евро, это будет примерно около 15 евро. Может быть, как-то так, да? Не берите меня на слово конкретно. Ну, примерно как-то так. В общем, я советую вам всем зайти посмотреть. Очень мне нравятся рубашки. Я думаю вообще, что American Eagle в любой стране мира, где он сейчас есть, есть эти вещи, и они продаются по скидкам. Следующая вещь, что я купила в American Eagle, это, конечно же, джинсы. Я вам уже недавно рассказывала в своем предыдущем видео о покупках одежды, что джинсы для меня никогда их не мало. Я их всегда покупаю, потому что я полного телостроения, и у меня ноги очень смежные, и у меня штаны моментально протираются, если я хожу в каких-то штанах 3 месяца подряд, все, штаны можно выкинуть, у меня больше 3 месяцев они держатся, поэтому всегда джинсы на скидке, это обязательно Габи идет и смотрит. В общем, купила себе в этот раз джинсы. Я даже не помню, что это за фасон, у American Eagle мне нравится, что фасоны написаны. Во-первых, опять, как всегда, он супер растягивающийся, то есть я люблю, чтобы они тянулись. То есть обыкновенная синяя джинса и скини джинс. Вот они вот такие вот. Они джинса, но он там, по-моему, смешанный хлопок с чем-то, поэтому это не такой плотный джинс. Но мне то, что в них пролистило, что они супер-супер идут гладко по ноге, и это сейчас на зиму как раз в самый раз, знаете, в сапоги сунуть в АГ, да, или как вы их называете, Уги, в АГ, и сверху какой-то большой такой массивный свитер. В общем, такие вот джинсы, которые сильно-сильно прилегают по телу. Как раз в самый раз, кто из вас не любит, боже, как это на русском называется, ну, эти черные ритузы, не ритузы, а тайцы, ну, на иврите они называются тайцы, да. Ну, вы, наверное, меня поняли, вот эти вот черные тайцы, то вот такие вот джинсы, они в самый раз, и они тоже были по какой-то там схитке, я уже не помню, сколько они стоили. Ну, в общем, очень мне нравится, их таскаю с удовольствием, кстати, с той джинсовой рубашкой, они вместе, как ни странно, несмотря на то, что они очень близки по цветовой гамме, они вместе классно выглядят. Еще я вам хочу сказать, что я люблю джинсы, которые относительно высокие. Я не люблю ни низкие джинсы, ни высокие, супер, по моей фигуре мне неудобно ни то, ни это. А люблю, чтобы они были на середине, да, это middle rise, по-моему, называется. Как я проверяю вообще, чтобы джинсы подходили. Я, смотрите, вот тут вот я беру, где шов начинается обычно, но я, наверное, кому-то там эрику сейчас не открою, и беру, ставлю свою руку, и вот так вот открываю полностью руку, и если мой большой палец, где начинается шов, и мой мизинец не доходит до самого конца, это значит, что эти джинсы средней высоты, не важно, что сейчас на джинсах написано, я этому менее доверяю, потому что может быть написано одно, с размерами вообще беда. В American Eagle в основном, мой размер, он мой размер, но очень часто, в зависимости от стретча, у меня размер может варьироваться от шестерки, например, до десятки, ну, типа как-то так, понимаете, может быть, шестой, восьмой и десятый, поэтому размер тоже нужно все-таки некоторые вещи мерить. Вот такой способ проверять, насколько высота джинс, высота попы джинс, я не знаю, как это правильно выразиться, мне подходит, это вот проверенный способ, я всегда так проверяю и никогда не ошибаюсь. Следующая покупка, это была суперспонтанная покупка, буквально пару дней назад, я ждала свою подругу и стояла около магазина Forever 21, я не люблю этот магазин, особенно в Израиле, тем более на севере, он очень ширпотреб, как по мне, не очень я его люблю, но там был такой, знаете, около входа огромный-огромный стенд, было написано все 50%, и вдруг там что-то такое в квадратик мне, как говорится, заморкало. В общем, подошла, я увидела вот такую вот штуку, вот такую штуку, это юбка, это юбка такого вот до колена, чуть-чуть-чуть, совсем чуть-чуть ниже колена, как раз, как я люблю, она такого, знаете, тянущегося материала, это хлопок вместе с найлоном, ну так материал называется, найлон, да. Знаете, откуда имя найлон у материала? NY это Нью-Йорк, L-O-N это Лондон, если вы не знали, потому что там как-то, я не помню уже точную историю, как этот материал придумали, но это было совместное придумывание и в Нью-Йорке, и в Лондоне, потому так материал этот назвали. В общем, в любом случае, очень красиво сидит, очень выглядит просто элегантно, и самое интересное, что она и так уже была по скидке, и когда я пришла за нее в кассу платить, мне сказали, что она стоит 4 евро, да, 25 шекелей, то есть это 5 евро, извините, 5 евро, в общем, заплатила 25 шекелей, это вообще, знаете, как два мороженого, ну я, наверное, утрирую, но в любом случае это дешево, и в общем, я очень рада, что ее купила, там была еще такая синяя, я вот теперь жалею, что я синюю не взяла, но синяя была более с такими агрессивным, что ли, рисунком, и мне она менее понравилась, но за такую цену могла и синюю, и зеленую, и красную, и желтую, ну в общем, в любом случае. Вот теперь такая юбка, кстати, сейчас в нашу погоду самый раз. Следующая покупка, что это была уже относительно большая покупка, я зашла в Манго, вообще в Манго мало покупаю, но люблю этот магазин, но не всегда в Израиле себя нахожу там, потому что я обожаю Манго европейский, он очень сильно отличается от израильского, ну в любой стране это, наверное, так, потому что страна, все магазины, которые находятся в нашей стране, даже если они в Европе, все, что у нас продается, оно немножко будет отличаться, потому что магазин подбирает все, что он привозит, всю одежду, все-все-все аксессуары под то, кто здесь живет, да, ну это понятно. В любом случае, я зашла в Манго как раз, мы были в центре страны с подружкой, зашла я в Манго и хотела посмотреть себе там пальто, которое увидела у одной девочки на Инстаграме, оно мне безумно понравилось, я у нее спросила, где она его купила, она сказала, в Манго, я пришла туда в Манго, увидела это пальто, он как раз был по 50% скидки, побежала мерить, но то, что в Инстаграме на одних девочках смотрится красиво, это значит, что на мне это будет смотреться красиво, и, к сожалению, фасон, это был фасон, как халат, вы знаете, да, закрывается, ее так завязывается, абсолютно некрасиво на мне сидела, он мне делал попу в раз 10 больше, нежели моя попа есть, несмотря на то, что она тоже не маленькая, в любом случае, и рядом с ним висело другое пальто, вот это вот, вы его уже видели в Инстаграме и везде, вот такое вот пальто, да, 4 пуговки здесь, в клеточку, у него такое, как вы его видите, так оно точно и есть, единственное, что оно себя, оно, конечно, собирает всю Донину шерсть, в общем, висело такое пальто, и я, знаете, я думаю, ну ладно, возьму, померю, вдруг подойдет, слушайте, я его взяла, померила, и, знаете, оно настолько так удобно и комфортно, и просто клево на меня село, что я просто не могла не уйти с магазина и не взять его с собой, и еще мне прелестило, что здесь есть 50% шерсти, в Израиле та же беда, вся зимняя одежда, она вся из акрилика, и когда у нас здесь сейчас был снег и был минус 6, да, у нас было минус 6, то поверьте мне, вся одежда, что была из акрилика, она ничего не стоила, было мне дико холодно, поэтому меня очень прелестило, что здесь есть шерсть, несмотря на то, что тут смешанный, тут есть тоже и акрилик и все, но есть 50% шерсти, и это значит, что это каким-либо образом будет меня греть, вот, и я сейчас как раз нашу погоду, что у нас сейчас погода варьируется от плюс там, плюс 3, да, плюс 10 примерно так, самый раз вот в этом пальчишке ходить, несмотря на то, что у него даже нет подкладки никакой, но оно выглядит, знаете, ну, чанки такой классный, такой большой, такой массивный, в общем, в нем так хочется тепло закутаться, в общем, я супер рада, и оно мне стоило всего 200 шекелей, оказалось, что у меня там еще есть какая-то клиентная карта с какой-то скидкой, в общем, 200 шекелей 40 евро, когда оно стоило изначально, по-моему, в два раза больше, 80 или 90 евро, по-моему, это было просто невозможно не взять, в общем, в любом случае, я безумно им довольна, вот, я знаю, что там еще много пальтов, пальтов, пальто, разных, в общем, фасонов еще осталось, так что, если вам тоже хочется какое-то пальто, вообще, есть и в Заре много разных пальто, идите, это самое время сейчас, потому что, когда скидки начнут еще более снижаться, чуть попозже, я думаю, что уже многих размеров не будет сейчас, а скидки как раз, они хорошие, и есть много-много размеров. Следующее, это уже будет такой аксессуар, что я вам покажу, что я безумно давно это хотела, и я это увидела, у многих девчонок я, на самом деле, видела это видео, но от кого я загорелась, есть девочка, которую я смотрю на ютюбе, ее, по-моему, зовут Ира Текил, если не ошибаюсь, я ее очень люблю, смотреть, несмотря на то, что у нас с ней 10 лет разница, она намного моложе меня, но не знаю, мне нравится, как она себя подает, я вам оставлю ссылку на ее канал внизу, в любом случае, она была в Нью-Йорке, и она снимала влог, и она шла закутанная в таком же классном шарфе, и кто-то в комментариях спросил, откуда у тебя этот шарф, она сказала, из Зары, все, Габи загорелась, в общем, пошла я в Зару, искала я шарф, похожий, какой был у нее, у нее был в красную клеточку, или более такой, в белокрасную клеточку, но, к сожалению, все это у нас в Заре распродавалось, где я смотрела, и единственный последний, который я успела ухватить, то есть найти, это был вот такой вот синий, это громаднейший шарф, он типа шарф-шаль, он просто, не знаю, полтора метра, он просто, ну видите, громаднейший, он супер-супер-супер смотрится здесь, он такой массивный, большой, в нем просто безумно сейчас тепло, но когда была минусовая погода, к сожалению, из-за того, что он полностью акриловый, нифига он не грел, вот, ну неважно, я так, я настолько влюбилась в видео у Ира в этот шарф, что я так хотела себе такой, я его купила, просто с большим-большим удовольствием, его таскаю, укутываюсь, и мне кажется, мои, когда я летаю куда-то с собой зимой, тем более зимой, брать такой шарф, вот так вот у него в самолете укутываться и греться, не знаю, в общем, короче, я безумно им довольна, безумно рада, что успела ухватить, смотрела еще в нескольких Зарах, может быть, найду тот красненький, там было еще два варианта, такой в красную клеточку, в белую красную клеточку, но ни того, ни того нету, но я все равно буду искать, вдруг где-нибудь как-нибудь появится, такое иногда бывает. Следующее, что я купила, обувку в Альдо, магазин Альдо, я думаю, что все его знают, я не знаю, где он есть, где он нет, но вроде все его знают. В общем, на самом деле, это тоже, как всегда, спонтанная покупка. Шла-шла-шла-шла, у нас здесь недалеко от дома, увидела в магазине Альдо, стоит стенд с 50% до 50% скидку, увидела сапожки, думаю, о, хорошенькие сапожки, смотрю на их ценник, цена у них, по-моему, по скидке они были с 45%, вместо 650 шеки или 350, ну, не знаю, сколько там хоть, 40-45% скидка. В общем, я на них посмотрела, думаю, ммм, клевые ботиночки, ну, присмотрюсь еще, и когда вот недавно ездила встречаться с подружкой, зашла я опять в магазин, и, как интересно, все сапоги как-то не по скидке или не очень, а вот именно они были по скидке. Я думаю, что в них за фигня такая, что они по скидке, а все остальные по менее маленькой скидке. В общем, не знаю, я их померила, я в них влюбилась, я до сих пор не понимаю, почему они были по такой скидке, может быть, их никто мерить не хотел или покупать не хотел, не знаю, в общем, вот такие вот сапожки, обыкновенные черные сапожки, они сделаны из кожи. Вообще, если честно, я и пренебрегаю израильской обувью, которая у нас продается, потому что она такая фигово хреноватая, она дорогая, фигово хреноватая, и когда в Европу с этой обувью ездишь, понимаешь, что эта обувь только для Израиля, потому что в Европе ноги в ней дико мерзнут, но в любом случае не могу, я в них влюбилась, и я просто не могла себе отказать. В общем, обыкновенные вот такие вот сапожки, я люблю очень короткие сапожки, но что мне в них понравилось, что вот эта часть, она широкая, и для моей крупной ноги она широкая, и она выглядит, знаете, так, что нога в ней стоит, и вокруг нее еще есть много места. Я обожаю такие сапоги, я просто обожаю, и каждый раз, когда я такие вижу, я покупаю, потому что на мою ногу очень сложно найти, чтобы здесь что-то очень широко держалось, у меня крупные, как бы, у меня и крупные руки вот здесь вот в запястье, и также в ногах, оно просто, у меня кость крупная, вот, в любом случае. И я, ну, просто влюбилась в них, когда я ходила, я хотела другие в Манго купить, потому что они там тоже с какой-то грандиозной скидкой, но я не удержалась и купила эти. Вот такие вот шапоги. И мне понравилось, что они еще на таком относительно высокеньком каблучке, 5 или 7 сантиметров. Короче, они очень удобные, очень поженственно выглядят. Ну, любовь, что я вам могу сказать? И последнее, что я вам сегодня хочу показать, это будут такие... Не сочтите за грубость, да, я тоже писала уже в Инстаграме, покажу вам немножко предметы нижнего белья, что ли, так это выразимся. Сначала я вам покажу ночнушку, которую я купила. Просто хочу обратить ваше внимание, иногда вещи, которые нам кажется на вешалке в магазине не очень красивыми, могут на теле смотреться совсем по-другому, поэтому, когда вы видите что-то, и оно, да, привлекло ваше внимание каким-либо образом, может быть, да, подойдите, и может быть, да, стоит это померзть, потому что, может быть, что на вашем теле это будет абсолютно по-другому выглядеть. Так у меня случилось вот с этой вот ночнушкой. Я просто... У меня здесь две. У меня первая, которую я купила уже давным-давно, это была вот эта вот синяя. Она и даже на фотке... Она и сейчас, когда я с вами подумала, блин, какая ты бабская, так некрасиво выглядишь, но на теле она выглядит, ну, так обалденно. В общем, первую я купила вот эту вот синюю. Она сделана, конечно же, типа под шелк, но это не шелк, а синтетика, но это очень приятная синтетика, и ночью в ней не потеешь. Очень приятная синтетика, не зря я пошла, еще одну купила. В общем, она тут, видите, так раскрывается красиво. Вот. И здесь все это в рюшечках, и это все прозрачное, и выглядит очень так эротично. И мне нравится, что вот эти вот лямочки, они, знаете, не тоненькие, да, вот где эта лямка здесь, видите, они не тоненькие, они красиво очень лежат на теле. В общем, это моя старая ночнушка, и настолько она мне нравилась, что я решила пойти и купить себе еще одну такую. Это, кому интересно, в магазине Mosh Beer, где продаются вот такие все сатеновые. К сожалению, это не по скидке, потому что почему-то все сатеновые предметы сна почему-то без скидок, я не знаю почему. Я себе купила вот такой вот фиолет. Это вот то же самое, тот же фасон. Мне кажется, просто только что я размер себе взяла немного громадный. Даже на себе она немного свободна, но это ладно, это ерунда. Вот. Она длинная. Сейчас вам покажу, насколько она длинная, если мы вот возьмем отсюда, она длинная, но она немножко как бы ниже колен. Она посередине ноги и внизу. То есть она такая недопола и ниже колен. Ну, в общем, короче, вы поняли. Очень суперски выглядит, поэтому присматривайтесь на вещи, которые, может быть, вам не выглядят суперинтересными и красивыми в месте, потому что на теле это может выглядеть совсем по-другому. И хочу вам также сказать, что вот такие вот лямочки, это безумно-безумно удобно, и то, что здесь прозрачно. В общем, короче, она просто обалденная. Я безумно эти две ночнушки люблю. И последнее, что я вам сегодня покажу, это будет Брам. Брат, то бишь лифчик, то бишь бюстгальтер, называйте как хотите. Я это показывала в Инстаграме. Если честно, я немножко стеснялась вам это сфоткать, но, с другой стороны, хотелось вам рассказать, что есть скидки, и чтобы вы обратили внимание, что, может быть, девочки какие-то определенные не обращают внимания. А я купила, это уже второй мой заход покупать там в этом магазине бюстгальтера. Это простые бюстгальтера на каждый день. Давайте я вам покажу. Извините, кого это обижает в видео, да. Я не хочу никого обидеть, не хочу никого задеть. Просто хочу с вами поделиться. В общем, это магазин нижнего белья от магазина American Eagle. Этот магазин называется Aria. Да, Aria, Aria. Поправьте меня, если я неправильно говорю. Aria, в общем, мы будем называть его Aria. В любом случае, сейчас там скидка почти на все бюстгальтера. Три бюстгальтера на 100 шекелей, на 20 евро. Или там есть другие бюстгальтера, более такие крутенькие, называем это так, которые по 120 шекелей каждый. В общем, я купила три на 100 уже второй раз за этот месяц. Три я уже ношу, поэтому показывать не буду. Покажу вам новенький, который еще не открывал. В общем, вот один вот такой вот красный на каждый день. А я люблю те, которые как бы поролоновые, но они поролон тонкий, да? Тут нет никаких пушапов и ничего. В моем случае, ну там есть совсем, кому как, кто как любит. Второй он вот такой вот бежевенький. И сзади он сделан с такой нежно-лиловой, такие нежные-лиловые кружева. Очень супер хорошо будет на каждый день. Даже, по-моему, под белую футболочку здесь он будет хорошо так держаться, смотреться. Интересно, сколько он изначально стоил? Изначально они стоили по 160 шекелей. 160 шекелей быстро делим на 5. Это около, не знаю, около 35 евро, 32 евро, что-то типа того, да? Каждый стоил. И последний, какой я купила, тоже был вот такой вот более уже красивший, что ли. Такой вот красненький тоже, как я сказала. Они, кстати, все сделаны на одно и то же, да? Такой тоненький-тоненький перолончик. В общем, смотрятся они супер красивые. Я вообще люблю такие разноцветные бюстгальтераны каждый день. Вот то, что я, например, сегодня одета, я вполне могла бы такое одеть, да? И, ну, не знаю, я люблю. С того момента, как этот магазин появился в Израиле, я покупаю все нижнее белье там, потому что, ну, у них качественное белье. Не знаю, оно мне нравится. Оно, может быть, не из дешевых и не из дорогих. Оно такое средненькое. Ну, оно, не знаю, оно мне нравится. Кружева у них качественные. Ну, в общем, оно красиво смотрится. Оно такое сексуальное. В общем, не знаю, я очень довольна этим магазином. Поэтому, когда там есть скидки, я с удовольствием бегу и покупаю чем больше, тем лучше. Ну что, ребята, это были все мои покупки. Надеюсь, кому-то из вас это было полезно. Может быть, какие-то скидочки вы для себя записали и пойдете посмотрите какие-то вещички. А в любом случае, я была очень рада сделать вам сегодня такое видео, у меня заканчивается батарея. Поэтому будем прощаться на сегодня. Все, увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. Что-то совсем нет цвета. Ну, надеюсь, как-то у нас с вами получится сегодня следствие видео. Сегодня давайте поболтаем просто так. Давно я хотела с вами просто поболтать. И сегодня у нас будет...